Добрый вечер. Волжскому дважды автомобильному всегда не везло. Ему всегда не везло на смежников, на рабочих, на финансирование. В советское время довольно редко было, чтобы где-то вдруг мелькнуло интервью с ответственным лицом или тем более руководителем этого предприятия. Тем не менее, несколько интервью было. Каждый из них, конечно, становился тут же знаковым. Его хватало для дискуссии на несколько лет в курилках. Всем было чрезвычайно интересно, что новенького на Автовазе произойдет. И любой разговор о перспективных моделях обязательно упирался в смежников. Директор, главный инженер, главный конструктор и масса других главных людей непременно говорил, что мы, конечно, изобрести можем все, что угодно. Но, понимаете, смежники, ну вот смежники, смежники, во-первых, дают низкое качество. Ну, типа, разве нимфа кисть дает туда идти ее в качель? А с другой стороны, смежники, они не готовы менять номенклатуру. Есть определенное количество каких-то деталей, которые они освоили, и заставить их пойти на модификацию, модернизацию, инновации, нанотехнологии и прочее, практически нереально. Вот есть фара, вот эту фару как хочешь, так ее встраивай в свой дизайн. Сделайте новую фару, никто не собирается. Хотя под нажимом, конечно, такие вещи тоже происходили. И, тем не менее, самая главная проблема была в том, что завод бесспорно молодец. Он страну нашу могучую ставит на колеса, смежники, ну, к сожалению, хромают, с этим нужно что-то делать, проблема остается, проблема многолетняя, планов громадье. Ура, ребята, молодцы! На наших глазах вот сейчас совершается чудо совершенно невероятное. Смежники из отраслевых диктаторов потихонечку превращаются в сопутствующих участников процесса. Редкость, на нашем веку это в первый раз. Смежники перестают тотально гадить, они начинают потихонечку приносить пользу. Это очень тяжело, но, тем не менее, ростки заинтересованности потихонечку начинают даже качество какое-то давать. То есть, понятно, что сам завод остается с прежним тяготением к пороку. Задача автоваза, в том числе, смежников развести на любую номенклатуру комплектующих, но при этом получить, конечно, очень низкую стоимость. Этот интерес понятен, он продиктован конечной стоимостью товара. И при всем при том ясен вектор, и он позитивен, но на другой чаше весов лежит качество, за которым не получается в этой связи уследить. Конечно, там по отрасли проблем еще гораздо больше, потому что большинство смежников несостоятельны. Для того, чтобы давать деталь нового качества, нужного уровня, они должны получить откуда-то инвестиции. А инвестиции в нашей стране, знаете, дело такое неблагодарное. Поэтому крутись как хочешь, но завод с этим потихонечку справляется. Но самое главное, что изменилось за эти годы? Смежник перестал быть врагом, с которым нужно бороться. Смежник потихонечку становится структурой, приносящей определенную пользу. И вот на прошлой неделе нам показали новую Калину. Это Калина 2. От Калины 1 она отличается цифркой, в первую очередь. Ну и во-вторых, конечно, дизайном гениального Стива Маттина. Стив Маттин, этот дизайнер, который был пинком взад выгнан с Вольво за то, что испортил имидж этой компании. Какое-то время ходил без работы, был принят на автоваз. В своем интервью он сказал, что русского языка он не знает, и это, конечно, трудно. Потом он этого не говорил, но понятно, что гений человека многогранен, поэтому талантом своим он русскую душу угадал и вписал в качестве основного элемента формообразования нынешнего облика модели автоваза главную русскую букву алфавита Х, которая написана на всех заборах страны. То есть языка он не знает, но суть он понял. И Калина 2 от Калины 1, в первую очередь, отличается тем, что у нее так вот, если приглядеться, эта тенденция уже проявилась, хотя X-Ray, концепт, показанный в прошлом году на автосалоне, он станет в этом отношении более выразительным, и все последующие модели Стива Маттина будут иметь букву Х во всю рожу более конкретную. Потом ему останется сделать еще пару машинок, у которых будет вторая буква русского алфавита У. Ну и краткие, конечно, вписать будет совсем тяжело, но для того Стив Маттин и талант, чтобы суметь это сделать. И вот теперь у Калины 2 смежники, в общем-то, даже не важно, какой крови это стоило заводу, но они предоставили огромное количество чудес, ранее недоступных. Ну представьте себе, там мультимедийная система, она, например, потокол Bluetooth поддерживает, она может флешку прочитать, хотя, конечно, на Ладе Гранте то же самое было. Поставили коробку автомат, наша страна не изобрела коробку автомат, мы до сих пор не умеем это делать. Но вот нашли варианты, и на этой машине появилась коробка автомат. Моторчик очень неплохой, по подвеске есть нюансы, электроусилитель руля, АБС, кондиционер, вот они чудеса. И это в том числе заслуга смежников. И что мы получаем в итоге? А вы помните, что автоваз во все времена очень болезненно реагировал на анекдоты. А помните, был такой анекдот, что дети работников автоваза всегда очень плохо собраны в школу. Так вот, презентационные модельки, машинки, которые собрались специально для прессы, для журналистов, чтобы показать, как классно наконец-то обстоят дела на автовазе, на дважды автомобильном. Их выкатили к прессе и сказали, нате, ну вы посмотрите, как мы здесь славно поработали. Мы же не зря, испокон веку, воспитываем вот эту пролетарскую преемственность. Дед стоял на конвейере, и кувалдой загонял резьбу. И сын его кувалдой загоняет резьбу. И внук наконец-то пришел. То есть у нас руки всю жизнь кривые, косые, с мозгами у нас регулярно трудности. Вы оцените, как мы смогли передать это из поколения в поколение. У нас новые дрессировщики. У нас новый Лоран Фофана, директор по качеству. У нас сертификат соответствия ISO 9000. Это очень круто. И у нас по-прежнему традиционная, уже 43-летняя трагедия с качеством сборки. Презентационные модели, калины, выехали к прессе. Тут отвалился пистончик, тут красочка кривая, тут вывалилась, тут не залезла, тут уплотнитель торчит, тут коврик сбился. Вот она была, вот эта корявая, пролетарская, наплевательская такая вот мода презирать клиента. Она идет снизу, она идет сверху, она чувствуется в изделиях автоваза. Да, вы нас, во-первых, простите, знаете, нам как трудно тут. Вы нас похвалите, мы вам новую машину сделали. Чего вы тут недовольны? Чего тут, повываливалось чего-то? Криво, косо? Да вы что, да вы посмотрите, как мы устали. Здесь мерилом работы считают усталость. Это цитата из Ильи Кормильцева. Вот абсолютно правильно. Вот именно так. И автоваз считает это нормой. И машины, которым собирался пустить пыль в глаза, были предъявлены прессе, довольно критично настроенной, в том качестве, которого они достигли. Молодцы, ребята. И вот эта вот безделушка-погремушка, плохо собранная, она подтвердила правоту, анекдот о том, что да, дети работников автоваза всегда плохо собраны в школы. Обижаетесь на фольклор ха-ха три раза. Кроме этого, дали журналистам возможность постичь неряшливость конструкций и пренебрежение к деталям. Там тоже наизобретали в Калини-2 чудес, пользоваться которыми довольно трудно. И непонятно, ребят, вы что хотели? Вы это зачем сделали? Это потому, что у вас мозгов не хватило? Или это потому, что умысел такой, вы считаете, что это клево? Это ваша та самая компетенция, без которой, конечно, наша страна не проживет. А помните еще один такой анекдот про проклятое место? Так, знаете, оно действительно проклятое. На Калини-2 поставили электрогидроусилитель корейской фирмы Мондо. Раньше стоял Махачкалинский, такой же усилитель. И на первой Калини он клинил, оставляя колеса в повернутом положении. И человек, например, убивался под КамАЗом. Ну, такая особенность конструкции. Поменяли, и отечественные не стали устанавливать электроусилитель. Решили поставить корейский Мондо. И на показательных выступлениях его заклинило. И колеса были повернуты в этот момент. Вообще, когда умирает гидроусилитель руля, или электроусилитель руля, как правило, это не обездвиживает полностью машину. Очень тяжело крутить руль, но в принципе можно. А здесь, вот оно, проклятое место. Нигде больше этот усилитель, он применяется на очень многих корейских моделях. Его не клинит, причем в состоянии повернутых колес. А здесь машина улетела, понеслась с траектории, конусы косить хорошо, до людей не добралась. Да, ребят, проклятое место у вас на автовазе. Потому что вы поставили корейский усилитель, который ведет себя как наш, как отечественный. Молодцы! Как вы умудряетесь на презентационных моделях такое делать? Ну, талант! Причем, я понимаю, когда, например, Mercedes-Benz выкатывает новую машину, сажает туда какой-нибудь премьер-министра, что-то не складывается. Мы понимаем, что, ну, наверное, это не доработка. Когда Путину показали Гранту, и она не завелась ни с третьего, ни с четвертого раза, а багажник у нее тоже не открылся вообще, вот как-то все-таки поверилось, что так и должно быть, что не Мерседес. Сейчас показали Калину 2, и тоже есть такое ощущение, что, в общем-то, автоваз считает свою работу сделанной. Мы молодцы, вы нас похвалите. И, кстати, не забудьте нас простить за все наши косяки, но ценник назначили без нисхождения к клиенту. Это Калина номер 2. Она стоит совершенно стоящих денег. Очень даже немаленьких, посмотрите, прайс-листы. Что глобально изменилось на Автовазе? На Автовазе перестали стонать и жаловаться. Да, действительно. Теперь все рвутся вперед. И, кстати, новая команда на сегодняшний день совершенно в открытую заявляет, гордо, мы вывели предприятие из клинча. Ребят, вы, наверное, в таком случае не знаете, что означает слово «вынули», либо что такое слово «клинч». Самое главное, что на Автовазе все остальное осталось. Смена имиджа произошла, не произошла смена ситуации, сути и качества. Вы новую картинку с улыбкой, вот такой баннер виниловый натяжили на старый каркас, на старую нелюбовь к клиенту, на неряшливость в работе и уверенность в гарантированном отпущении грехов. Вот Автовазу так полагается, как бы он чего бы ни вытворил, мы обязаны его простить. А он во все времена был беспощаден клиенту и остается. Поэтому он нас щадить не собирается. Перерыв на новости. В Москве 9 баллов. Город стоит. Телефон сочувствия 65 10 9 9 6. Макар, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Скажите, пожалуйста, вот насколько реально и стоит ли этим как бы заниматься машинку старенькую из Швейцарии, понимаете, там родственники появились внезапно, переехали, скажем так. Вот. И вот хочется что-то такое в районе там Морседеса 40-й пузов, то есть что-то вот такое. Потому что надежное, миллионник двигатель. Здесь потому что нереально как бы купить. Они стоят там вроде 600 тысяч нормальной в виде, там все, но история, скорее всего, там ужаснейшая. То есть что за 120 тысяч такое купить, то за 600 попадешь, мне кажется, в любом случае. А вот оттуда, если притянуть, то есть... Макар, вы в Швейцарии были когда-нибудь? Я еще нет. То есть Англия пока там... Вот дальше пока так не забирал. Да. Во-первых, это довольно интересный был бы маршрут, потому что, Макар, я регулярно вас вспоминаю в своих эфирах, и каждый раз пытаюсь как-то определить маршруты вашего перемещения, в основном, конечно, связанные с перегоном телят. Но здесь у вас будет замечательный вариант, когда Макар съездил в Швейцарию, например, и пригнал машину. Выигрыш может быть, в первую очередь, только по цене, потому что швейцарский франк, он немножко автономен, у него колебания по курсу совершенно другие. Он ближе к доллару. Но при всем при том, конечно, у швейцарцев и входной билет всегда подороже, потому что страна дорогая, машины дорогие. В Швейцарии горный ландшафт. В Швейцарии довольно близка по географии своей Грузии. И там очень много машин, во-первых, имеют специальную швейцарскую комплектацию с усиленными тормозами, во-вторых, они практически все измочалены именно по трансмиссии, по тормозам. То есть по двигателю, скорее всего, он будет в очень хорошем состоянии. Все остальное надо смотреть. То есть в Швейцарии это не равнинная Германия, где принято выходить на безлимитный автобан и наступать на педаль. И у немцев, например, Мерседес в большинстве случаев будет оттюнингован по подвеске. Скорее всего, она будет зажатая с какими-нибудь перекалиброванными стабилизаторами. У швейцарцев, скорее всего, машина окажется с очень изможденной тормозной системой. Там могут быть и диски нестандартные, и колодки нестандартные. И там может оказаться масса других чудес. Вообще, в принципе, ведь под каждый рынок хорошую машину готовят. И Мерседес, БМВ, они очень даже скрупулезно отслеживают пристрастие и географию будущих продаж. Сказать сразу, что, например, все швейцарские Мерседесы будут с трудностями, нет, не приходится. Сказать, что они будут без трудностей, тоже нельзя. Но в Швейцарии с недавних пор эта страна тоже подвержена массовому пришествию туда на заработки разных всяких людей из всяких разных неожиданных стран. И если раньше швейцарец спокойно избавлялся от машины, и она довольно часто уже уходила куда-то за пределы страны, то сейчас Мерседес, который вам будет выставлен на продажу, вероятнее всего, будет уже после пятого владельца. Потому что у швейцарца его перехватил гастарбайтер, таксист, у гастарбайтера его перехватил дальний родственник, потом еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то, потом вы. Вот это может быть. Единственная защита от подобных вещей это, конечно, трейд-ин официального дилера и специальные комплектации. Дело в том, что 140-х очень много в Швейцарии бывших такси. И в том числе бензиновые, и в том числе V12. И вы можете совершенно железно нарваться на машину, у которой пробег будет миллион. И вам, естественно, об этом никто не скажет. Вот только официальный дилер, причем не в столице, а где-нибудь на окраине, вот только у него может оказаться честная биография и честная машина, но вы замахнулись на 140-й, который в силу своей древности уже в принципе не может быть из старых рук. Понятно, да. Уже точно из третьих-четвертых. То есть у вас очень много проблем будет в поиске единственной жемчужины в стоге швейцарского сена. Ага. Ну, то есть лучше в принципе здесь тогда искать, правильно? Нет, но здесь он будет 100% с дырками 762 на входе, с сиденьем насквозь пробитым и с трупятиной в багажнике. Потому что 140-я машина, она несчастная у нас в стране. И если вы хотите искать, то ищите ее за пределами нашей страны. Швейцария, как вариант, может быть притягательна, в первую очередь в силу валютной разницы. Потому что в Германии вы ее купите за евро, а Швейцарии вы купите по курсу близкому к доллару, потому что швейцарский франк, он тяготеет в основном к доллару, чем к евро. Ну, просто на зло евро они это делают. Но швейцарский рынок, он неоднороден. Это сложно. Но, Макар, это интересно. Я бы по Швейцарии пошарил, я бы там поискал машинки. Хотя вот то, что я видел своими глазами во всяких площадках комиссионных, на Мерседес никогда не обращал внимания, поскольку не моя машина. Но какой там шикарный Сиат 500 стоял. Тот самый заднемоторный, которому 40 лет. Ой, какой хороший. У меня аж слюнки потекли на него. Вадим, здравствуйте. Добрый день. Очень рад, что вам дозвонился. Спасибо вам и за программу. Спасибо вам. Я являюсь счастливым обладателем двух корейских автомобилей. Соренто Гламурный и Киа Сол. На такт выслужил, что сейчас семью нужен еще один автомобиль, и сын выбрал Toyota Prius 2009 года. Вот насколько эту машину не страшно брать? Гибрид все-таки? Гибрид принято бояться. Сам по себе Prius молодец. И последнее, что в нем погибает, это как раз его электрическая часть. Японцы настолько сами перепугались, когда начали внедрять это в Европу, что все силы свои бросили на то, чтобы из этого чемодана, совмещенного с электромясорубкой, сделать машину, у которой, по крайней мере, хотя бы по электрике все будет нормально. И Prius'ы даже в нашей стране, вот пришедшие откуда-нибудь из Франции, например, с пробегом под стольник, добегают до канадской границы, до 200 тысяч, имея проблемы где угодно, только не по электрике. В этом отношении молодцы. Ну, конечно, я знаю тех, кто и пострадал очень сильно, у них и с конденсанторами проблемы, и там есть всякие другие технологические нюансы, но тут главный вопрос в другом. Вежливо он звучит так. А зачем сыну Prius? Прочнее говоря, нахрена? Эта машина, у него айфон, что ли, основное средство постижения жизни? Айфон уже все выбросил, взял обычную Нокио, но понравилось, после Матиза решил такой шаг сделать. После Матиза, да, это логично, потому что это то же самое, только на батарейках. У Prius у него, что хорошо, у него потрясающая графика борткомпьютера, у человека, который любит гаджеты, будет полное взаимопонимание, потому что автомобильного в нем почти ничего нет. Это что-то среднее между кухонным комбайном и садовой тележкой, которая почему-то вдруг выкатилась за пределы сада. Но там очень много всяких красивостей, там замечательно можно потыкать в кнопочки, посмотреть режим рекуперации, там много всего сделано для того, чтобы человек никуда не ехал, олюбовался. Но когда начинаешь ехать, выясняется, что подвеска деревянная, тормоза странные, руля не хватает, ящик в полтонны на плечах ты у себя везешь, при этом машина всегда идет под нагрузкой, как КамАЗ бетономешалка, но при всем при том, она порожняком, а при попытке положить что-то в багажник, туда влазит, конечно же, iPhone. Вот если все это жизнь ему позволяет игнорировать, тогда после iPhone, после Nokia, следующий гаджет для коммуникации с внешним миром в качестве Prius подойдет великолепно. Великолепно, Сергей, спасибо. Кстати, еще один такой маленький вопросик, вы про Soul, я, по-моему, ни разу у вас не слышал, вот если заинтересует буквально пару слов о том, как я его по городу эксплуатирую. Расскажите, конечно, расскажите. Значит, у меня уже два года дизельный Soul, он больше у супруги, но когда надо выезжать в город, обычно забираю его я. Вот лучшей машины для города на сегодняшний день, по-моему, я не встречал. Машина очень верткая, удобная, широко стоит, я с удивлением узнал, что у нее ширина колеи шире на один сантиметр, чем у X-Trail, который у меня был до этого. Она настолько устойчивая в дороге, и вообще припарковать ее тоже везде. Я еще камеру заднего входа в нее строил. О, шикарно. Да, машинка получилась просто, вот расход радует, вот самые глухие пробки, больше 8 литров никогда не было. А когда вот к Тещевке Чехов еду, примерно 4,5 литра, вот больше не получается. А при этом у вас ведь еще какое удобство входа-выхода в эту машину. Да. Вы же не пригибаясь, вы же как в квартиру туда входите. Да, в Соренто мне это очень не хватает, в гламурном Соренто. У меня гламурный Соренто. Туда, куда надо подпрыгивать немножко, чтобы залезть. Да, и пригибать голову. Да, одновременно. То есть нужно слегка ужаться, уменьшиться и проникнуть. А в Соул вы распахнули ворота, вошли туда и поехали. Я всегда точно знаю, что я доеду. Вам большое спасибо за программу и удачи. Спасибо вам. Соул, кстати, мне очень нравится, достойный аппарат. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Сергей, подскажите, Фанген Акцион, вот что вы можете по нему совету посоветовать? Полный привод, дизель, автомат. Это который 2.0? Да, 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 да. Ну, стандартная штука. Акцион, это вот, который у корейцев называется Каранда, а у нас с вами, он типа новый такой, весь из себя симпатичный кроссовер. Вы его имеете в виду? Или что? Да, совершенно верно. У него проблема дизеля в том, что, ну, на языке профессионалов это называется узкая полка крутящего момента. Это означает, что по паспорту у него с мощностью все в порядке, с крутящим моментом все в порядке. А для того, чтобы коробка нормально понимала двигатель, вам нужно, ну, такое, некоторое терпение в характере. То есть, если вы спокойный, если вы знаете, что Шумахер не ваш кумир, тогда у вас с этой машиной все будет в порядке. Вы на ней сядете и поедете. У Акционов и вообще у Санговых Йонгов, у них что хорошо, так это стоимость входного билета. По цене очень даже все приемлемо. Но машина, которая дожила бы до серьезного пробега, я не встречал ни одной. Большинство людей, ну, мне, по крайней мере, так не везло, кто ездит на Санговых Йонгах, они продают эту машину до 50 тысяч. А что-то нам можно посоветовать в этой же ценовой дизель-автомат? А в этой же ценовой больше никого нет. Больше никого нет, да? Он один, он глухой. Потому что дальше вы на самом деле на любой машине, особенно на дизельной с автоматом, вы упираетесь в миллион и даже слегка за миллион. Нет, ну, слегка можно, как говорится, заскочить. До 1,2, наверное, можно приподняться. Смотрел спорта, но не понравился. Не понравилось, особенно вот эта вот задняя часть, то, что сидения не раскладываются в пол. Значит, и заниженные дверные проемы. То есть, а вам на самом деле нужен помощник по хозяйству? Да нет, мне нужна машина. В основном-то езжу 1-2 человека, но для того, чтобы можно было выехать на рыбалку. Лодочка и все вот такое прочее положить. Барахлишки не влазят. Да, барахлишка, вот сейчас Симакс использую. Там было удобно, там сиденье выкинул, все загрузил и умещается. Так, хорошо. А он перестал пролазить к месту рыбалки, Симакс? Да нет, годы уже, годы. Посмотрите еще Йети и Тигуан. Ситуация на дорогах не лучше. Нам все по-прежнему тяжело достигнуть. Цели, к сожалению, звоните, будем обсуждать в том числе это и как-то скрадывать существование в пробках все более и более невыносимых. По-прежнему 9 баллов. 65, 10, 9, 9 и 6. Николай, это вы. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад, что позвонился до вас. Я тоже. Сергей, у меня вот к вам какой вопрос. У меня в эксплуатации уже, ну, наверное, да, скоро 7 лет. Lexus GS300. Ну, он американец, полноприводный, кстати. А, это редкий зверь, редкий. Редкий, редкий. Я им горжусь. И я, в общем-то, им очень доволен. Вот до сих пор, в общем-то, машина в очень достойном состоянии. Ну, все в ней хорошо. Но в связи с тем, что все-таки 2006 год и 2013 год, ну, надо как-то подумать о том, чтобы поменять машину на более новую. Вот хотел бы у вас поинтересоваться вот каким вопросом. Я уазики не люблю. Ну, я имею в виду седаны, предпочитаю. Поэтому вот хочу выбрать или, например, новый же Lexus, тот же, или GS350, или, может быть, остановить свой выбор на Ягуаре, например, подобного класса. Что бы вы могли мне посоветовать в данном случае? Вот пока вы только-только вводили меня в курс дела, у меня на языке вертелось слово Ягуар, Ягуар, тем более, что он сейчас стал полноприводный. И, как выяснилось, мы с вами думаем одинаково. Потому что Lexus — это интересно и хорошо, но за последнее время Ягуар совершенно неожиданно начал прогрессировать, наконец-то пришел к полному приводу и пришел к тому, что не то чтобы вот как-то добился безупречности, но он стал классным. Причем, что здорово, любой Ягуар стал классным. Вот какой ни возьми, это интересное, хорошо придуманное, нормально собранное из достойных комплектующих машина очень высокого уровня. И Ягуар — это, конечно, теперь опять засиявшая звезда. Вот то, о чем говорил Маяковский. Хочу сиять, заставить заново. Заставили — смогли. Поэтому, если хватит сил отказаться от Lexus, присмотритесь к любому Ягуару. Причем, у Ягуара что хорошо? Ну, предположим, по какой-то причине вы считаете, что это все-таки дороговато. Да, вполне логично. Любая новая машина на 20% точно переоценена. У ягуаровцев в нашей стране есть такая программа, называется Jaguar Selected. Это комиссионка. Но комиссионка не по принципу впаривания, чего получилось, а по принципу машин с отслеженной биографией, на которую производитель дает гарантию. То есть это для них как раз вступление в семью Ягуара, когда вы можете получить машину с безупречной репутацией, в отличном техническом состоянии, без следов изнасилования предшественника. При всем при том, это Ягуар, но со всей программы поддержки завода-изготовителя. Это очень редкий момент лояльности фирмы по отношению к клиентам. Сергей, вот я слушаю вас. Я походил по выставке, которая была у нас здесь в Москве, посмотрел, посидел. Конечно, вот то, о чем вы говорите, да, это звезда, наверное, так, она сияет. Но я подумал, посмотрел, посидел в столовой, и так про себя подумал. Ну, по сути дела, то же, что есть и в «Лексусе», есть и в «Ягуаре». Конечно. Да, а вот, например, переплачивать, скажем, миллион с лишним разницы, вот есть ли за что? Вот в таком качестве, если просматривать. К сожалению, никогда нету оправдания для того, чтобы переплатить миллион. Миллион можно выкинуть на ветер только, когда он, ну, совсем лишний, либо когда, ну, совсем хочу. Вот просто «хочу, не могу» пишется в одно слово. Так сказать, что преимущество одной машины тянет на миллион, нет. Это то же самое, как сказать, что лучше, «Мерседес» или «БМВ». Бесполезно об этом говорить, и тем более оба бренда переоценены. Нельзя сказать, что «Лексус», который всю жизнь борется с момента своего создания за право называться премиальным, не преуспел в этой борьбе. «Лексус» — молодец. При том, что я его терпеть не могу, но это совершенно не означает, что они не умеют делать свое дело. Они молодцы. «Ягуар» — он вырвался и, по большому счету, просто наконец-то смог вернуться к тому, чем был раньше. «Ягуар» стоит на своей позиции. «Лексус» к ней подошел вплотную. И именно поэтому есть программа «Селектед», чтобы не переплачивать. Проскольку, естественно, мне бы тоже было жалко выкинуть миллион. «Ну, понятно. Спасибо вам большое. Вот вы как-то меня пододвигаете к тому, чтобы пересесть на «Ягуар». «Ягуар» надо попробовать. Понимаете, Николай, если вы «Лексусовод» с многолетним стажем не переходите на «Матис» и не ищете себе «Солярис», тогда правильно к этим сигарам добавить еще роскошный коньяк, а не паленую водку? «Ну, понятно». «Ягуар» надо попробовать. «Геннадий, здравствуйте». «Добрый вечер. Дозвонился так и до вас». «Это радует и вас, и меня. Как вам наши 9 баллов?» «Не знаю. Я в области как-то и специально остановился, чтобы с вами пообщаться. А дороги свободны. Еду, получаю удовольствие». «Везет же кому-то». «Посмотрите, а все остальные сейчас мучаются». «Везет же кого-то». «Кого-то везет». «Скажите, когда вы купите себе «Калину-2»?» «Геннадий». «Да боже, меня упаси». Нет. Нет. Один раз человек, наш человек, посадивший свою пухню в нашу машину, и все. В нашу машину больше не сядет даже пассажиром. Я как-то, знаете, я в шоке от того, как мы с моей семьей, я имею в виду, когда я был мальчиком, на большие расстояния передвигались на папиной 2106. Беда, беда. Я сейчас в нее залез. Это кошмар. Мы выросли, а автоваз нет. Ой, пусть лучше будет авто-их, а не автоваз. Так и будет со временем. Да. К сожалению, 124-й «Фиат» он, конечно, да, но, по-моему, лучшее воплощение – это ВАЗ-2101. Все. Ну, может быть, еще ВАЗ-2103. Ну, это так. Это по моим воспоминаниям. Вопрос такой. Не вопрос. Скорее всего, наверное, просьба, там не просьба. Реплика. Да, скажем так, комментарий к тексту. Был у меня девятый «Ланцер». Ну, просто нормальная машина. Класс. Не ломался ведь? Японский «Тазик» называется. Да, простой, как мы говорили. Если что-то поломать, да, все можно сделать. Если ты лезешь туда. Если ты лезешь туда, то это что-то такое не сильно важное. А если что-то сильно важное, то, не знаю, не лез туда, не знаю. Хотя, вот если честно, я вчера вас слушал, кстати, на передачу вашу подсел буквально на прошлой неделе, на позапрошлой неделе. То есть мало. А вас слышал, вашу программу нет. С дебютом вас? Ой, да. Знаете, как-то подсел. Очень понравилось. Так вот, вчера вы кинули камень в «Рольф». Не знаю, у меня было всего лишь одно обращение к ним тогда, когда уже, в принципе, мысли куда деваться не было. Они кончились все. Это была проблема с электрооборудованием в девятом «Ланцере». Перегорала правая сторона, габариты, поворотники. Беда, беда. Короче, не знал. И в один гараж, и к одному специалисту, к другому, к третьему, к пятому, к десятому нет ответа. Все. Ну, что делать? А ехать надо было в Швецию, и там напугали, что при прохождении финской границы, финны чуть ли не проверяют исправность автомобиля. Сами понимаете, куда деваться за любые деньги, поехал «Рольф». Да, мастер «Рольфа Алтуфьева», если честно, вот просто. Мастер пять часов ковырялся. Я в одиннадцать приехал дня, в пять часов вечера уехал. Но он сделал. И вы не поверите, в чем был косяк. В чем? В лампочка подсветки. Прикуривателя, бессокольная, у которой замкнули контакты. В жизни бы не подумал. А парни разобрались. Пять часов, но они разобрались. Подвиги бывают ведь даже и у этих людей. Согласен. Это то же самое, как Геннадий. Это наши с вами личные подвиги. У нас наша система, она направлена против нас. Но это не мешает нам с вами быть более-менее в собственных глазах. Встречать компетентных людей, да. Согласен. Ну, по-разному. У Рольфа то же самое. То, как они выстроили отношения к клиенту, не исключает наличие профессионалов, причем потрясающих, классных ребят. Просто, если честно, вот в порыве чувств, просто хотелось с этим мастером встретить, пожать ему руку. Ну, просто супер. А я бы сейчас так и делал. Домали голову, он, ну, красавец. Динамик, а вот, кстати, нам с вами ничего не мешает. И когда у меня ситуации подобные бывают, и я вижу, как талантливо люди выложились, я всегда лезу вглубь, спрашиваю, так, кто это сделал? Познакомиться, сказать спасибо. И я всегда обязательно в таких случаях беру книгу отзывов, пишу персональную благодарность этому человеку и говорю, ребят, вот когда вы вздумаете его уволить за то, что он, например, там, слишком хороший, или языкастый, или там, ершистый, вот посмотрите в эту запись. Пусть она, может быть, хотя бы отчасти этого человека как-то убережет от расправы, потому что он молодец. Не дали этого сделать, там менеджер, да нет, нет, все нормально, ну, я уже, в принципе, не могу сказать, что сильно наставил, потому что надо было ехать. Ну, бывает, да, по-сякому, да. Вот, сейчас еду на джете, езжу, 1,6 автомат, перед выбором машины, вот, честно, голову сломал, их на XC70 не хватало, хотя очень хотелось. Вот, начал смотреть, что можно купить нового за эти деньги. Можешь ходу Октавию на ручке с 1,8 мотором, шикарная машина, мне очень понравилась. Начал читать про пассатовский мотор, напугали турбокомпрессоры и прочие расходы, и туда-сюда. Не читайте на ночь, так же, как и перед обедом, советских газет. Ну, уже все сделано, понимаете. А тут посмотрел на джету, хороша, красиво, слов нет, взял. Багажник огромный. Хороша, жестковата подвеска, но, в принципе, с этим можно мириться. А потом увидел Astro Universal. И, знаете, как-то так, примерно за те же деньги, но уже Universal, и, по-моему, даже 1,8 на ручке можно было взять. И как-то вообще растерялся, но уже езжу на своем аппарате, на своей красавице. Ну, вы тяготеете к красоте, вам эстетика очень даже не чужда, потому что Astro Vagone, она, конечно, потрясающая машина. Согласен. Ну, она очень хороша, очень хороша. Ну, знаете как, любите то, чем обладаете. Ну, джетта. Ну, да, 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 да. Джетта, вот она тоже есть. Скажите, Геннадий, а вот в Швецию, когда вы поехали на своем ланцере, то есть в Швеции, мягко говоря, нетривиальный маршрут, не каждый день к нам приезжают. Вы как... Шикарный маршрут. Что до границы было? Ой, до границы, я вам скажу так, до границы был выворк. Беда, беда. Просто я не понимаю, как люди там ездят. Это просто кошмар. До границы. Это самая страшная часть российской дороги. После выворка была в Финляндии, которую не заметил. До Турку, до парома просвистел за три часа. Просвистел. Проехал по нормальным дорогам. Три часа, три двадцать. И я уже припарковался в порту Турку. Вот. День прогулок по Турку дождливый. До вечера до парома в Швеции. И потом в Швеция, Стокгольм. Потом вниз Кальмар. Потом вниз в сторону Европы Мальма к Северному морю. Потом Хельсинборг наверх. Потом наверх Гетеборг, музей Вольво. И потом опять Стокгольм. Ну и обратно тем же ходом. И сколько у вас километров получилось? Порядка двух с половиной тысяч. А есть разница после того, как вы залили импортный бензин в поведение машины? Вы знаете, на автомате не почувствовал. У меня ланзер был 1,6 с автоматом. И нормально все? Все поехало? Вообще без проблем. Единственное, что было это самое... Бензин там дорогой, особенно в Финляндии. Вот. Заправился в Швеции за кроны. Как-то это было подешевле. Вот. А в Финляндии недорогой. И заправился. Ну, прикинул, что до границы должно хватить. А тут уже осталось, наверное, километров 70. Лампочка загорелась. Ну, я думаю, на лампочке 50 километров проезжаю. Ну, еду. Лампочка горит. А все страшнее и страшнее. А тут до границы еще показывают, что достаточно. А лампочка все горит. Уже 70 километров страшно. 80 страшно. Смотрю, наши дальнобойщики стали перед границей появляться. Ага, близко. На пограничном переходе мы с Геннадием расстались. Новости. Телефон Сергея Асланяна 65 10 9 9 6. На сайт пришло вот какое сообщение, по-моему, преисполненное абсолютным очарование. Человек подписался именем Лада, что сразу даже вызывает улыбку. Сергей, хотим выучиться водить машину. Могли бы вы посоветовать школу вождения, после которой можно уверенно чувствовать себя на дороге? А купить собираемся первую свою машинку Матисик. Зелененький. Наслушавшись ваших эфиров, хочется именно на нем приобрести опыт. Подскажите, пожалуйста, в какой комплектации ее лучше покупать? Опыта вождения нет совсем. По этапам. По-прежнему рекомендую одну и ту же московскую автошколу. Называется она Кабриолет. Эта школа ведет себя очень скромно. У нее нет никакой рекламы. Она вообще никак не занимается продвижением себя. Она только занимается сарафанным радио. Лет ей очень много. Качество обучения у нее совершенно удивительное. Самое главное, запишитесь на теорию к Борису Георгиевичу. Проще говоря, БГ. Это преподаватель, который не просто читает курс, лекции по правилам дорожного движения. Он умеет формировать у слушателя понимание того, зачем нужны правила дорожного движения, как они работают и как именно нужно поступать в той или иной ситуации. Он закладывает в голову схему, чтобы вы, оказавшись, например, где-нибудь на перекрестке, сразу вспомнили, что именно он вам советовал. БГ. Он абсолютно уникальный человек. Преподает он настолько мастерски, что его очень интересно слушать. И тот редкий случай, когда понятно, что он говорит. Хотя, казалось бы, предмет совершенно незнакомый. Кабриолет, он ищется как-то вот в интернете. У него есть несколько площадок, но самая главная привязка это именно к БГ. И мне в кабриолете очень нравится то, что они всегда с делами подтверждают свой основной, такой, ну, необъявленный девиз. Мы учим людей не сдавать экзамен. Мы учим людей водить машину так, чтобы рядом не было страшно нам самим. Молодцы. Комплектация Матисика может быть любая. С автоматом у него нет. На ручке. На мой взгляд, самая главная деталь в Матисике это задний дворник. Все остальное абсолютно не важно. Там есть комплектация, когда он без задней полки, без обивки дверей и без заднего дворника. Вот хвостик ему абсолютно необходим, потому что у него задняя вертикальная стенка, закидывает ее моментально. Остальное хотите с кондиционером, пожалуйста, хотите с усилителем руля, пожалуйста, хотите там с обивкой, еще с чем-то. Там есть в том числе комплектация Бест, у которой по низу идет серебристая такая юбка пластиковая. Ну, можно его. Но зелененький Матисик, он смотрится без Бестового исполнения лучше. И у него должен быть обязательно хвостик. 6510996, Валерий, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Рад вас, Сергей. Очень рад, что вам дозвонился. Я тоже. У меня следующий вопрос. Владею Renault Scenic 2. Ух ты. Значит, машине на данный момент 8 лет. Брал ее подержанной. Вот. И замены в ближайшее время не предвидит. И в связи с этим вопрос. Что вы можете сказать о надежности? И ресурсе вот этой машины. А у нее мотор бензин или дизель? Бензиновый 1.6, автомат. Куплено предыдущим владельцем в Москве. Эксплуатировалось. А по электрике? Для меня 4 года. Вот. Были, конечно, какие-то проблемы, да. Ну, не критичные, не криминальные. Стандартные для стенников гасло электронное табло. Шкив фазорегулятора. Сейчас, по всей видимости, трещит клапан этого же. Фазорегулятора. Кстати, вот не в курсе, надо ли его менять. И что будет, если его не менять? Лучше поменять. Вообще, поскольку моторчик старенький, все то, о чем вам скажет доверенное лицо, лучше поменять. Не слесарь в автосервисе, у которого норма час, а доктор персональный, который занимается вопросом оздоровления вашего автомобиля. Вообще, мотор у него этот прочный, надежный. В принципе, 250 тысяч он обычно выхаживает. А трансмиссия? А это как повезет, потому что французы автоматические коробки делать не умеют. У них на всю Францию одна четырехступенчатая автоматическая коробка, которую ставят даже злейшие враги. То есть, Peugeot, Renault и Citroën ездят последние 20 лет на одной автоматической коробке. Она у всех называется по-разному. У Citroën она по-своему, у Renault она по-своему, у Peugeot по-своему. Она четырехступенчатая. Они каждый раз говорят, что все, вот теперь мы ее точно сделали. Вот прямо вот зуб даем, наш французский солидарный зуб. Нормально. У нас там стоит теперь половина начинки от ZF, а там все будет хорошо. Ну, вот ваша живая. И радуйтесь. Надеюсь, пока, да. Она, когда вы переключаетесь спереда-назад, то есть с драйва в реверс, она быстро эту маневр осваивает или как? Ну, в общем-то, да. Замечательно. У вас великолепная коробка. У вас просто сказочная коробка. Она живет, процветает, вас радует, поэтому отвернитесь от нее, чтобы не сглазить. Все, даже не смотрите на нее. Ну, вот вопреки расхожим мнениям и дилеров, и вообще сервисменов никто не может сказать, стоит ли менять масло в коробке. Я на всякий случай поменял. Стоит, конечно. Кто-то рекомендует, кто-то рекомендует там на 90-е. Мострен сервис говорит, вообще не надо менять. Гады. Поэтому надо менять, потому что, знаете ли, масло там существует для того, чтобы, ну и совсем просто, для того, чтобы все-таки смазывать очень много разных деталей. А вот у дилеров, знаете, как сейчас модно говорить? Они говорят, ну вы что, на весь ресурс. Как такое может быть у нас, я не понимаю. В таких случаях один мой очаровательный маленький приятель, он сейчас как раз закончил детский сад, он вопросом на вопрос отвечает. Он спрашивает, а в жбан тебе не прописать? Вот за такие вот рекомендации не ухаживать за техникой, это недопустимо, потому что там физика, там трется, там есть продукты, которые образуются в результате законов физических. К сожалению, они иногда даже называются стружка. Такое тоже бывает. Там, в принципе, система золотниковая, там золотник может залипнуть просто потому, что туда кусок грязи попался. Коробку, любую автоматическую, надо в обязательном порядке изредка баловать свеженьким декстроном. Иначе эта штука, в конце концов, начнет бастовать. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, а что это у вас за эхо такое? Это не у меня. Ооо, какое феерическое появление в нашем эфире. Может, все, поняла. Я радио уже вас, по радио слушаю. Вот оно что. Вы сжалились над аудиторией. Спасибо вам. Я очень долго ждала. Годы? Пока там все пройдет. Прошли годы. Пока новости пройдут, пока реклама пройдет и все остальное. Хорошо. Значит, смотрите. Я в этом году, вернее, в прошлом году приобрела Land Rover. Ух ты, какой? Land Rover 2. Freel 2. Да. Я считаю, что это, конечно, самый лучший кроссовер, какой только может быть. Конечно, сбылась моя мечта, не спорю. Но есть некоторые нюансы. Значит, когда я начала его эксплуатировать, где-то через месяц-полтора, я очень жестко на нем много езжу, значит, клинануло маленько радио. То есть, любое радио стало переключаться только на одну волну. И немножко ведет вправо. Значит, мне кто-то сказал, неважно это кто, что у фрилов, ну, у Land Rover вообще, есть такая болезнь по электрике. Алло, алло. Да, я просто представляю себе эту картину, я пытаюсь сопоставить, когда черствая душой Наталья жестко эксплуатирует машину так, что у нее клинит аж радиоприемник. Это сурово. Нет, он не клинит, это у новой машины, это абсолютно новая машина, то есть никто ее не эксплуатировал до меня. Просто говорят люди. Я ездила 14 лет на старых машинах. Мечта сбылась, купила новую. Сейчас, значит, возникли некоторые проблемы. И мне хотелось бы, конечно, заранее знать, какие вообще бывают проблемы у фрилов, к чему готовиться. Как бы я очень люблю машины и люблю ухаживать за ними, естественно, чтобы они, неважно какого года, чтобы они были в порядке. Вот, соответственно, хотелось бы знать, на что обратить внимание. Наташа, а что значит жесткая эксплуатация? У вас жесткость в чем? Наверное, в количестве пройденных километров. Я очень много езжу, очень много. Ну, по дорогам, по бездорожью. И по области, и по... Ну, в принципе, я купила эту машину для того, чтобы и путешествовать, и работать на ней. Наталья, то есть у вас, наконец-то, новая ступа? Почему ступа? Ну, раньше было по Мело. Ну, почему? Нет, это не про вас? Я не думаю. А просто хорошая машина, и просто барышня Наталья на ней нормально ездит. Наташ, у этой машины косяков некоторое количество есть всегда. В семье линдроверов она считается самой прочной и надежной. Вот представьте себе, как выглядят остальные. Именно фрил. Именно фрил. То есть считается, что это просто шедевр неубиваемости. С точки зрения линдровера. Во внутреннем рейтинге. Это то же самое, как у англичан. Англичане с утра до ночи проводят опрос общественного мнения и спрашивают, какая в Англии самая лучшая английская машина. И все говорят, либо ягуар, либо линдровер. Ну, вот англичане так устроены. И когда внутри они спрашивают друг у друга, ну, как машина? Ой, фрил два, шикарно просто. И, конечно, у него хватает изюминок, но вот готовиться к чему-то конкретно с линдровером бесполезно. Потому что если у него будет плохое настроение, он вам покажет, во-первых, маму Кузьки, во-вторых, где она живет, и еще где зимуют раки. И все это в одном флаконе. Предугадать это невозможно. Но если у вас каждое обращение в сервис, например, всегда вызывает какое-то там желание выпить немножко волокординчика, вот новая машина, вы ездите в сервис решать какие-то конкретные уже возникшие проблемы, а о том, какие будут проблемы, вы узнаете у стороннего слесаря, учитывая, что, Наталья, вы человек очаровательный, то слесарь должен быть в вас влюбленный, что произойдет совершенно автоматически. И вот он смотрит и говорит, Наташа, ну вы там, когда будете на сервисе, ну пусть они там ролик натяжителя подтянут, уже потихонечку гремит. А, кстати, вот здесь, вы знаете, там надо жидкость поменять, вы им скажите, чтобы они это сделали. А дальше с его рекомендациями жестко по конкретному списку. Вот это делаем, вот это не делаем. Чтобы не было развода, потому что линдровер штука дорогая в обслуживании. Но тогда у вас будут два мужика, один вас обожает, второй из вас сосет деньги. Один называется сервис, другой называется слесарь. Смотрите, у меня еще к вам два вопросика есть. Смотрите, я была на ТО, значит, у меня первое ТО случилось через три месяца, 13 тысяч я прошла. Вот. И мне сказали, я им объяснила, что у меня вот такая проблемка по электронике возникла, у меня вот такая проблемка возникла, немножко руль справа тянет. Они мне объясняют, что руль справа тянет, это вы сходите на развал схождения, а по электронике пропустили мимо уха. Я это пока съела, так как у меня еще ТО есть. И очень хотелось подготовиться к следующему ТО, чтобы они конкретно мне разобрали все мои проблемы. Это должно делаться за их счет или за мой счет. Я никак не пойму. Машина же на гарантии. Приемник за их счет, и это, скорее всего, некорректная работа режима РДС. Есть такая штука распознавания радиостанций. Она, к сожалению, у многих хромает и после этого путает волны. С этим они, скорее всего, ничего не сделают и либо поменяют вам приемник в сборе, либо будут вам объяснять, что вы блондинка. А по РДС. Не заморачивайтесь, это они должны болеть этим. А по уводу вправо, это, к сожалению, за ваш счет. Это эксплуатация. Все.